Сельдерей корневой – как пикировать? Каждый садовод о пикировке растения имеет свое собственное мнение. Для одних это обязательная операция, которая может вырастить хороший урожай огородной культуры. Другие считают, что подобные процедуры только приостанавливают развитие растения, что может значительно повлиять на урожай. По этой причине сит семена в большую посуду и на определенное расстояние. Что же собой представляет пикировка сельдерея корневого? Ответ на этот вопрос можно узнать из данной статьи. Что такое пикировка? Пикировкой рассады называется пересаживание культуры из одной тары в другую. При этом посуда засыпает плодородную почву. Чтобы растение скорее приживалось и мало страдало от пересаживания, пикирует его в период, когда на сельдерея ином стебле появится 2 или 3 листочка. Огородники, которые положительно относятся к пересаживанию растений, говорят о том, что этот процесс способствует развитию корневой. Система и укрепляет стебель. На первой стадии развития культуры ей не нужно много места для роста питательных веществ. Для рассады достаточно той, которая помещается в 100-граммовый стаканчик. Главное, чтобы корни получали достаточное количество кислорода. Делают эту операцию, согласно лунного календаря, в конце марта – начале апреля. Важно! В стаканчиках должны быть проделаны отверстия, чтобы вода не успевала застаиваться. Корневой сельдерей растет и развивается долгое время и, чтобы он успел созреть, необходимо проводить пикировку. Выращивая рассаду, ее пересаживают из маленькой тары в большую, благодаря чему культура легко перенесет пересадку в открытый грунт. Многим интересно, как пикировать сельдерей и корневой, и для чего это нужно. Если семена высеивать в отдельную тару, то в таком случае пересаживать рассаду не понадобится. Для этого способа посева семян на рассаду берут плодородную почву, кладут ее в отдельные стаканчики и поливают слабым раствором марганцовки с целью обеззараживания. Рекомендуется также на несколько минут окунуть завязанные в марлю семена в слабый раствор перманганата калия. После этого в каждом стаканчике делают заглубление и кладут по три семечка, немного удавливают. Следует отметить, что присыпать семя землей не стоит, поскольку в таком случае можно не дождаться всходов рассады. Если пикировка все же делается, то вынимать растения нужно с комом земли на корневой системе. Сельдерей корневой Как пикировать пикировкой сельдерея? Чаще всего семена сельдерея корневого высеивают в контейнеры таким образом, чтобы впоследствии делать пикировку. Для этого на дно посуды кладут немного соломы или сухой травы, которые послужат хорошей дренажной системой для рассады. На солому насыпают слой плодородной почвы. Перед посевом семян почву тщательно ровняют и поливают слабым раствором перманганата калия, чтобы защитить растения от болезней и паразитов. В ящике делают небольшие бороздки, глубиной в 5 мм, расстояние между рядами должно быть не менее 3 см. Чтобы посев был максимально равномерным, семена рекомендуется перемешать с песком. Посевной материал присыпают тоненьким слоем не больше 1 мм земли и немного сбрызгивают водой. Таким образом, семена плотно прижмутся к почве. Если посев совершается в тот период, когда снег на улице еще не растаял, посев можно сделать другим методом. Посаженный сельдерей на почву, приготовленную для посева семян, выкладывается слой снега. При этом снег берут совершенно чистый и насыпают толщиной в 1,5-2 см. В утрамбованный снег высеивается семя сельдерей. Контейнеры закрывают и ставят в теплое место. Обратите внимание, семена такой культуры, как сельдерей, не дают всходов, если контейнер находится на освещенном месте. Поэтому его помещают в темное помещение с температурой плюс 20 градусов или накрывают пеленкой, которая не пропустит света. Влажность должна быть оптимальной и поддерживают ее с помощью обрызгивания из пульверизатора. На солнце контейнер выносят только тогда, когда появятся первые всходы. Чтобы стебли рассады не вытянулись, температуру воздуха снижают до 12 градусов. Если небо затянуто тучами, рассаду немного подсвечивают. После этого температурный режим немного увеличивается. На протяжении первых срока дней сельдерей растут очень медленно, поэтому не следует переживать по поводу этого. Как только культуре исполнится 30 дней от всходов, ее пересаживают в большие горшечки. Такую культуру, как сельдерей, пикируют, когда он будет иметь не менее двух листочков. Горшочки наполняют почвой и делают ямки. Выкапывают саженцы из старых горшков с помощью лопатки таким образом, чтобы не повредить корешков. Разделяют и друг от друга и сажают в подготовленные лунки. Лунки для семян саженец ставят вертикально и засыпают землей. Перед посадкой в ямку наливают немного воды. Вместе с этим в процессе операции мнение огородников опять расходится по поводу прищипывания центрального корня, извлекая растения. И старый немного отщипывает от основного корня и вместе с этим удаляет тоненькие корешки. Благодаря этому корнеплод будет быстрее развиваться. Не удалять кончик корня, поскольку это может привести к задержке роста и развития. Кроме того, корнеплоды будут мелкими. Важно, независимо от того, каким образом будет проводиться пересадка растения, ни в коем случае нельзя допускать повреждения корневой системы. Пикировку селярии можно делать в большие ящики или парники, при этом туда поместится несколько стеблей растения. Расстояние между растением должно быть от 4 до 6 сантиметров. Между рядами соблюдается расстояние 5 или 6 сантиметров. Сеянцы разделяют по одному, при этом вынув их из общей тары. Пикировка в теплице более эффективна, чем в ящик, который находится на подоконнике в комнате. Дело в том, что температура воздуха здесь самая оптимальная, а в комнате растению будет жарко. Чтобы рассада росла и развивалась быстро, за ней следует правильно ухаживать. Этот процесс заключается в рыхлении, поливе и подкормке, которую делают через 2 недели после пересаживания. Для этого разводят чайную ложку удобрения на 10 литров воды. На одно растение применяют не больше, чем 2, а то и 3 столовые ложки раствора. Прыхление почвы за неделю до посадки растения в сад его закаляют. Сначала выносят на свежий воздух на час, затем время постепенно увеличивают. В последний день перед посадкой саженцы оставляют на улице на всю ночь. Разница пикировки корневого и черешкового сельдерея Разница между пикировкой корневого, листового и черешкового сельдерея Сельдерея состоит в расщипывании центрального корня. Как говорилось ранее, мнения по поводу удаления кончика и мелких корней корневого сельдерея разные. Одни высказываются за проведение данной операции, вторые против. В первую очередь считается, что прищипывание приводит к формированию большого корнеплода без образования мочалки из мелких корешков. По мнению других, сельдерея со срезанным кончиком корня будет отставать в развитии и плохо плодоносить. Листовой сельдерей Разница пикировки черешкового вида сельдерея в том, что его корень прищипывать не нужно. Дальше операция проводится аналогично, как у корневого сорта. Черешок ставят в емку вертикально корни и присыпают землей. Прикорневую зону поливают водой и уплотняют. Важно! Посадка сельдерея должна совершаться на такую глубину, чтобы корневая шейка не была присыпана землей. После того, как пикирование будет завершено, посуду помещают в хорошо освещенном месте, при этом растения немного притеняют, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Подкармливать рассаду нужно только после того, как она полностью приживется. Ухаживая за рассадой, следует помнить о том, что растения обязательно нужно поливать, поскольку пересыхание почвы может привести к гибели сельдерея. До того периода, когда рассаду планируют посадить в огород, на ней должно вырасти не меньше, чем 4 листика. Такое состояние растения свидетельствует о том, что оно достигло возраста в 50 или 60 дней. Перед тем, как высаживать растение в почву, его обильно поливают, чтобы затем можно было легко извлечь из посуды. Правильный полив высадка должна проводиться при благоприятных погодных условиях. Первую посадку сельдерея в открытый грунт можно будет сделать уже в первую неделю мая. Чем раньше будет высажена рассада в открытый грунт, это приведет к выращиванию большого урожая корнеплодов. Следует отметить, при ранней посадке увеличиваются шансы к появлению большого количества цветоносов. Этот процесс может возникнуть при условии, что заморозки вновь вернутся. Секреты высокого урожая. При выращивании корневого сельдерея придерживаются следующих рекомендаций. Ни в коем случае нельзя обрывать листья у растения. Это ослабит растение, что приведет к снижению урожайности. Нельзя окучивать корневой сельдерей, чтобы на нем не образовались тонкие корни, а плод оставался гладким и ровным. При первом образовании корня растение почву, наоборот, начинает отгребать от него. Таким образом, будет дана возможность формироваться крупному корнеплоду. Почва должна быть умеренно влажной, но ни в коем случае не залитой, чтобы корень не начал загнаиваться. Поливают растение только корневым способом. Подкормка делается только травяными настоями или коровяком. Если растение начало ослабевать, почву нужно внести минеральные удобрения. При этом ни в коем случае нельзя переусердствовать в этом, поскольку корень может поразить такая болезнь, как парша или септериоз. К сведению, главным вредителем культуры является улитка. Она любит питаться молодым растением. Вырастить урожай на корневой сельдерей самостоятельно совершенно несложно. Главное – придерживаться всех правил и технологий выполнения работ по выращиванию. Особенно важно знать, как распикировать сельдерей.